Парк Челюскинцев 1984 года столичный метрополитен принял первых пассажиров. Первая линия состояла из восьми станций. Она протянулась от парка Челюскинцев до института культуры. Ее протяженность была 8,5 километров. И надо отметить, что первая свая была забита в 1977 году именно на станции парк Челюскинцев. И оттуда начались строительные работы. Постепенно строители двигались по метру 2-3, двигались вглубь земли, чтобы создать первую линию и порадовать минчан и гостей столицы к этому юбилею к 40-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Метро столицы продолжает развиваться и сегодня. В ноябре 2020 года были введены в строй 4 станции третьей ветки метрополитена. Третья линия, конечно же, у нас самая современная, инновационная. Особое отличие ее от других московской автозаводской линии то, что на ней расположены двери автоматически станционные. Пассажиры называют их еще защитными барьерами. То есть с помощью этих устройств предотвращается падение человека или предметов на пути. С момента ввода встроят эти линии. И по сегодняшний день ни один человек не попал на пути, никто не пострадал. Ну и куда же без современных поездов, вагоны которых оснащены всем необходимым для комфортного проезда. Видеокамерами наблюдения, розетками для подзарядки мобильных устройств, местами для лиц с ограниченной мобильностью, а также дополнительными откидными сидениями. Всего в метрополитене 10 таких новых составов. Причем 4 из них курсюры по автозавоску линии метрополитена. Они сменили те старые номерные поезда, которые долгое время уже отработали и срок их, скажем так, эксплуатации приближался к завершению. Ну и также 6 четырехвагонных составов курсируют на третьей линии метро. На третьей линии метрополитена можно даже встретить конвейер пассажирский, протяженность которого составляет более 200 метров. Мы предназначены для того, чтобы люди, которые идут с багажом, могли поставить сюда свои вещи и комфортно проехать. Это очень актуально, потому что рядом у нас станция метро-вокзальная, пересечение дорог, можно сказать, сюда часто прибывают наши гости столицы, и меньшане возвращаются откуда, поэтому им это очень удобно. Причем интересно, что когда движешься по траволатору, и который уже движется, ты идешь полтора-два раза быстрее, чем тот, кто идет рядом. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Да, работает. Еще такой ветерок приятный, что не устаешь после поездки. Также пассажиры метрополитена уже успели оценить удобные информационные порталы, которые размещены в подземных переходах между станциями. Эти сервисы позволяют найти сопряжение с наземным транспортом, найти какие-то культурные объекты, рассчитать время в пути, как по самим станциям метро, от станции до станции, так и посмотреть, где можно выйти и куда проехать. Ну, там очень много информации полезной для жителей города и гостей. Ну, а также хочу отметить, что вся информация на четырех языках – русский, белорусский, английский и китайский. И более того, есть специальные шрифты для слабовидящих граждан. В скором времени в столичном метрополитене появятся новые современные поезда «Минск-2024», в которых смонтирована система обеззараживания воздуха и улучшена навигация. В марте 2023 года Минский метрополитен и предприятие метровагон МАШ, это город Мальтича Российская Федерация, заключили договор на поставку 28 вагонов, которые будут сформированы всем составом. Все они будут курсировать на третьей линии, когда откроются буквально скоро новые станции. Это аэродромный, Немарканский сад и Слудский гостиниц. Также при сдаче этих станций появится еще в конце линии электродепорт Слудская, где поезда будут обслуживаться. В перспективе у метрополитена и строительство четвертой линии метро, трасса которой будет дублировать второе автотранспортное городское кольцо. Ну, уникальность 4-й кольцевой линии будет в том, что будет большое количество пересядочных пунктов на другие линии, причем проектировщики метро делают так, чтобы это были крупные транспортно-логистические узлы, чтобы было сопряжение очень хорошее с наземным транспортом, с каким-то железнодородным транспортом, с какими-то крупными объектами наземной инфраструктуры. Ну, то, чтобы людям было удобно. За 40 лет с момента пуска Минское метро перевезло более 8 миллиардов человек. Ну, а мы еще раз поздравляем с ювелеем столичный метрополитен и желаем его пассажирам только счастливого пути.